Прошло 65 лет с тех пор, как люди начали говорить об освоении Марса. Когда-то Красная планета была похожа на Землю, поэтому ее изучение наиболее удобно и перспективно. Сейчас на четвертой планете от Солнца находятся сразу три миссии. Подробнее о каждой в нашем следующем сюжете. Первый аппарат Объединенных Арабских Эмиратов — спутник Аль-Амаль, в переводе с арабского — «Надежда», занимается изучением погоды и климата, а полученные данные позволят составить первую карту марсианской атмосферы и погоды. Через четыре дня Марса отправилась китайская миссия «Тянь-Вей-Уан». В переводе с китайского языка это название очень интересных вопросов к небу, которая тоже стала первой в своем роде для Китайской Народной Республики. А с помощью вездехода будут искать залежи водяного льда китайские коллеги, где, возможно, живут микробы. И, наконец, третья миссия — это американская Марс-2020 с вездеходом «Персеверанс», который 18 февраля успешно совершил посадку в районе кратера Езера на Марсе. До этой миссии четыре американских марсохода работали много лет на поверхности Марса. «Персеверанс» обладает самым насыщенным и высокоточным научным оборудованием. Веселье началось. Так отреагировали в НАСА на успешную посадку ровера. Если пойдет по плану, то марсоход несколько лет будет искать следы жизни на планете. И, возможно, впервые будет испытан марсианский вертолет. Уникальное совершенно оборудование для космических исследований и планетных исследований. Посадка марсохода проходила в несколько этапов и была уникальным научно-практическим достижением всего человечества. На рисунке можно увидеть, как с помощью парашюта и реактивных двигателей ему надо было погасить скорость с 20 тысяч километров в час до нуля. Так как атмосферы на планете нет, то обычные парашюты, стандарт охраны, не действуют. И с большой вероятностью марсоход мог бы разбиться, если бы не реактивные двигатели, специально приспособленные для такого типа посадок. Аппарат будет искать следы жизни, изучать геологию планеты, чтобы понять причины превращения Марса в сухую, холодную планету. Кроме того, на марсоходе будет проведен ряд научных экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на планету Марс. Энджи Минибаева, Универньюз.